Так, это получается, ты мне в прошлой серии желание проиграл. Это я, получается, могу теперь загадать все, что я захочу. Так, сумочку хочу новую. Хотя нет, сумочка у меня уже вчера появилась новая. Это не надо мне. Может быть, загадать тогда набор для роллов? Огромный просто сет роллов. Филадельфия, там Калифорния. Нет, это слишком банально. Я съем это, и все, это и закончится. Да попрошу просто платьюшка. Или какую-нибудь подарочную карту на косметику. А может быть, ты мне целый ящик кока-колы купишь? Хотя нет, я кока-колу не пью. Тогда пожизненный запас яблочного фрэша. Нет, морковного фрэша. Слушай, женщина, ты откуда высосала то, что я должен тебе что-то купить? Если я в предыдущей серии проиграл тебе вот это вот в испытаниях рейда, это не значит, что я должен тебе какое-то желание. Няй, ладно, ты не отмазывайся, пойду дальше думать, что же можно загадать. О, я придумала. Ты, короче, до конца года посуду будешь мыть всегда. Слушай, может быть, вот если бы у тебя реально было желание. Может быть, ты хочешь что-то загадать для нас с тобой, там, для меня, там, для подписчиков. А ты какая-то эгоистка, получается, только о себе и думаешь, чтобы тебе что-то подарили. А как же мы? Хм, слушай, ну ты, ты прав. Слушай, тогда я хочу, чтобы на канале было не 11 миллионов, а 12 миллионов подписчиков. А вот это вот хорошо, так бы сразу с самого начала, чтобы на канале не 11 миллионов, а было 12, вот, и для меня загадала, и для подписчиков загадала. Вот сейчас ты реально не эгоист какая-то. Да не, фигня какая-то, хочу, чтобы ты Старбакс достроил. Вот это желание как желание, а то год уже стоит недостроенный, точно, пойдем. Слушай, а может ты все же оставишь вот это вот желание с 12 миллионами, а оно мне как-то больше нравится, нежели достраивать Старбакс? Я его в следующий раз как-нибудь загадаю, а пока пошли достраивать Старбакс. Здесь мы построим летнюю веранду с тобой, да как раз сейчас актуально в наше время. Здесь повесим картины, а то стены серые какие-то, а здесь побольше столиков, чтобы больше посетителей могло зайти. Так, ты садись вот сюда, а я буду сидеть вот на этом столике. А Хрейда позовем работать Бористо, и он нам будет кофе делать, там чай холодный, вот это вот все. Из Хрейда вот этот вот Бористо такой себе, я скажу. Садись давай на стульчик уже вот этот, это первое. Второе, если ты вдруг не заметила, у нас на улице уже... О, Хрейд, привет, сделай нам, пожалуйста, холодный чай, а ему водичку, потому что ему кофе нельзя, у него сердечко барахлит. Все, понял, сейчас все будет, подождите. Я говорю, у нас уже веранда есть на улице, если ты не заметила, иди сюда, я тебе покажу. Я же ее построил в самом начале, вот здесь, с этой стороны, нам больше ничего строить не надо. Если бы, конечно, еще наркоманы Петровичи вот этот снег бы убрали в середине июля, как я их просил, еще, наверное, год назад. Тогда было бы вообще шикарно, Хрейд. Сделай мне кофе, пожалуйста, хоть Катя мне не разрешает, но сделай прям вот это латте макиято с карамелью и вот этим, вот и соевым соусом. Все, да давай, делай быстренько. Так, заказ принял, сейчас быстренько молочко вам налью. Сейчас все сделаю, вы чай, кофе попьете и пойдем дальше. Испытание проходить, второй раунд. Какие испытания еще, о чем это он? Я не хочу ничего делать, я прошлой серии выиграла. Какие испытания, Хрейд? Ну, в прошлой серии она может и выиграла, кстати, да, вот кофе не получилось, вот самогон-банан только остался, вот, попейте. В прошлой серии, может она и выиграла, но реванш, реванш, второй раунд, давайте, пошлите, все пейте, идем. Ой, господи, а что так вштырила нафиг медлительность шестого уровня сопротивления? Кать, не пей, это совершенно не чай. А вот и для испытаний Хрейда как раз только самогон-банан и пить. О, а у меня прыгучесть. В предыдущей серии испытания выиграла Катюха, а сейчас получается второй раунд, и это значит, что у меня есть все шансы отыграться и вздрюкать Катюху, да? Шансы у тебя, может, и есть, а вот воспользуешься ты им или нет, я не знаю, может, ты опять выиграешь, поэтому давайте, я отказы не принимаю, пошлите за мной. Слышала, Катюха? Второй раунд на подходе, поэтому давай, идем за Хрейдиком. Чё я могу вам сказать, в предыдущей серии испытания были относительно легкие, но сегодня вам прям придется попотеть, потому что сегодня будет намного сложнее. К слову, мы уже пришли. Вот казалось бы, просто Майнкрафт, просто какая-то испытательная полоса, у меня сердечко уже ёкает так, что мне пипец как страшно, просто сейчас выпрыгнет у меня из груди. Катя и здесь Эд. Ты неправильное имя его написал, там жопа должна быть написана. Какие нафиг испытания, Хрейд, зачем мы это будем делать, если я в 8 лет играю в Майнкрафт? Три раза больше, чем Катя. Да я её в любом случае сейчас дрючу. Вот сейчас давай, никаких отговорок, давай, заходи, докажи то, что ты играешь лучше. Давай, зайдёшь, я тебе все, право расскажу, давай, давай, заходи. Да захожу, я захожу, хватит меня толкать уже столько. А ты уверен, что в этой комнате есть какие-то испытания? Тут вот только листва и за стеклом Катя стоит. Ваше испытание заключается в следующем. За листвой есть комната. Кто быстрее из этой комнаты выберется, тот и победил. А я вот вижу, что там дальше комната состоит из камня. А как нам проломать этот камень, если ты перед началом этого испытания сказал нам, чтобы мы полностью очистили весь свой инвентарь и оставили только еду. У нас же даже кирки никакой нет. Слушай, такие вопросы ты можешь мне в принципе не задавать. По ходу прохождения этого испытания ты сам всё поймёшь. Поэтому давайте, начинайте и запомните главное правило. Таракоту ломать нельзя. Всё, давайте, начинайте. Чё вы стоите-то? Ты чё-то поняла, чё нам надо делать? Нет, вообще ничего не поняла. Просто буду ломать и всё. Ну тогда давай, погнали! Ломаем и выбираемся из этой комнаты. Кто быстрее выберется, тот первый получает бал. Так, Хэрейт, а если вот эту таракоту ломать нельзя, то что-то наоборот крафтить можно? Ну, крафтить, разумеется, можно. Можно делать всё, что угодно, кроме того, как ломать таракоту и стекло. Всё, заткнись! Я всё понял. Спасибо за подсказку, я бы не додумалась что-то себе скрафтить. Ах ты ж, собака, надо мне было молчать. Так, палки, вот сюда. Ни одного блока не хватает! Катюха, а ты уже начала ломать вот этот камень или нет? Нет, я строю себе этот самый верстак, остань. Ээээ, ну вот учитывая, что ты у меня офигеть какая я медленная, я намного быстрее тебя выберусь из этой комнаты. Так получается то, что мне больше никакую другую кирку копать не надо, тут железо какое-то есть. Я же просто с деревянной киркой докопаюсь туда до конца и всё, и выберусь отсюда. Спасибо ещё раз за подсказку тебе. Эээ, нафиг, мне похудо реально молчать надо и ничего не говорить. А то Катя просто всё через меня узнаёт, что надо делать. Ты чё копаешь? Я уже камень копаю. Я уже наполовину всё прокопался, так что давай быстрее. Эээ, я просто не успеваю. Нифига не видно, ты бы, Хрейд, сюда хотя бы факелы бы какие-то поставил, чтобы, чтобы, чтобы я чё-то видел. Тут обсидиан, тут обсидиан. Хрейд, а выход случайно не за обсидианом находится? Почему случайно за обсидианом он находится, а чё вы думали? Аумаз, а я нашёл аумаз! Дааа, я походу понял, что эта собака за испытания нам подготовила. Так, подожди, 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 подожди. Это получается то, что я возвращаюсь обратно в... Я молчу, я молчу, чтобы Кате подсказки не давать. Подожди, подожди, тут какая-то подстава. Я выкопала алмаз, у меня его нет в инвентаре. Так потому что алмаз надо копать железной киркой, а не деревянной. Я его сломала, я его испортила, что ли? Ах, ну как хорошо то, что у меня девушка, ну бабсоска самая настоящая. Это получается то, что ты сама себе всю игру испортила, я сейчас сто процентов выиграть смогу. Ничего, ничего, я сейчас ещё один алмаз найду, я по-любому найду его здесь. Ага, ну давай, пока ты ищешь ещё там какие-то алмазы, я уже начинаю переплавлять железо. И у меня уже получается есть железная кирка, ага. Ща, я всё найду, найду. Блин, хрит, куда ты тут всё попрятал? Тут же комната метр на метр. О, алмазик, так, не трогай, мы его идём делать новую кирку. А, я это, подожди, со своими алмазиками. Итак, хорошо, у меня есть факелы, это просто отлично. Так, Катюха, у меня уже есть, получается, вот эта вот железная кирка. Есть один алмаз, который я выкопал, осталось ещё две штуки. А как печку сделать, я забыла. Я тебе напомню, что ты три года в Майнкрафт играешь, ты забыла, как делать печку? Господи, подожди, у меня слишком, слишком много паники и стресса. Эх, пока у тебя паника и пока у тебя стресс, я уже два алмаза дошёл, Катюха. Как сделать печку? Девять вот этих блоков булыжника вокруг выстраиваешь, и печка там получается, Катя. А, я серединку зачем-то заполняла. Так, спасибо за подсказку, я всё равно проиграю. Ага, хрит, вот это, подскажи, пожалуйста, где ты последний кусман вот этого вот алмаза запихнул, а? А тебе ещё скажи, расскажи, давай копай, ищи. Эээ, да я копаю, я ищу, мне последний кусочек остался. Вот он здесь находится, ну всё, Катюх, ты точно вот это прокакала. Тихо-тихо-тихо, подожди, сейчас переплавится быстренький железо, я мазик добуду, и сейчас, о. О, да-да-да-да-да-да, какой ты молодец. Так, мы делаем вот сюда, мы делаем вот сюда, две палочки, вот так вот, Кирочка есть, и всё. Бай-бай, крошка, я пошёл обсидиан ломать. Ты всё уже, да подожди, пожалуйста. Ну сейчас я выйду, я сейчас выйду наружу и подожду тебя вообще без проблем. О, нашёл третий алмаз. Молодец, я сломал уже один обсидиан. О, здорово, Хирейт, сломал один обсидиан, и ломаю второй. И... Всё. Я уже выбрался, Кать. Я могу дальше тогда не продолжать, всё равно я вдула, блин. она в дулах и рейд слушай это вопрос не ко мне а ты 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 продолжай приходи мы тебя ждем ты не переживай там чё дальше еще что то есть да ты чё есть испытания какие-то конечно вы что думали то что вас так легко отпущу но тебе собственно поздравить могу твой первый балл часто заработаны вообще с таким отрывом серьезно красавчик у меня первый балкать мама я до сих пор палки тут делаю только хрейдик пожалуйста не говори что это твое следующее испытание хорошо ладно не буду ты так что сам понял это твое следующее испытание псих ненормальный ну ты сам сказал не говорить давай пошли уже хэрэйд но мы же уже выздоровели мы отлично себя чувствуем мы не тупые честно и он же в предыдущей вот этой вот серии кстати она где-то вот здесь находится если кому-то интересно посмотреть как этот психопат начал нам какие-то испытания строить потому что он решил проверить насколько сильно мы отупели после того как мы заболели и это вторая часть испытаний суши хрэйд даже страшно да это смотреть а ты хочешь чтобы мы здесь что-то проходили щас еще сумму руку поду что вы стоите давайте залезть эти давайте полезли ну в общем второе испытание намного сложнее чем первое да и в принципе все что я строил это у нас дропе кто знает что такое дропе руку вверх я не я ну честно говоря я ни в чем не удивлен ну тебе ничего объяснять собственно и не буду а вот короче кай тебе надо будет сюда зайти прыгнуть вниз и прилететь все препятствия чтобы попасть в воду и остаться в живых все понятно а почти а как выжить то тут там снизу вода главное не попадай на препятствия все давай заходи и мать моя женщина так на кровать надо нажать чтобы вот этот чекпоинт в спаунпоинт у нас появился или чё естественно вы же подохните раз 300 давайте уже начинайте уже нельзя ничего ломать как я понимаю так а а мишень вот это зачем здесь находится хрейт а я больше ничего вам не скажу сами во всем разберетесь все давайте прыгайте жду вас снизу так ну дроперы я много бра я кажется понимать что это за фигня это нужно лететь туда и постараться ты хрейт собака зачем самом низу вот эту воду синим стеклом застроила я тебе больше ничего не скажу давай приходи да это невозможно я уже прошел этот дропер только там нифига нет а я там рычаг какой-то заметил который в полете находится собака-то такая вот там рычаг был нажал ножа я слышал как рычаг вот это тут клацнул и чё сейчас это получается я могу туда прыгнуть и там открылась вот в первую очередь здесь ничего не открылось а во вторую очередь я вижу здесь находится за поршень сушить хрейт обвести хоть чуть-чуть что за фигню ты здесь построил и что вот этот вот рычаг там делает а кто тебе сказал что там всего один рычаг найди еще один и пойдешь дальше окей допустим рычаги я вижу но я вам кто такая чтобы успеть них нажать в полете а я не знаю хрейт это так задумано было чтобы я уже смог достать до этого сундука открыть его забрать луки стрелы не-не-не подожди подожди от и от иди у тебя блок есть какой-то ну на булыжник это 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 так задумано не было как как еще один рычаг нажмешь уберешь короче все а я пошел до свидания слушай это уже двойка секрет это ты не продумал это испытание я на один рычаг нажал это значит то что я фейерверк выстрелил и какой-то блок упал туда вниз как я понимаю на нажимную плиту если я хорошо ее отсюда вижу от нажимной плиты идет redstone сигнал вот туда и это значит то что вот та дырочка которая там была она сто процентов открыла сейчас я твой дропер хрейт ты ж собака-то такая настроил нафиг все вот эти испытания иди сам пройди если так хочешь если бы ты на рычаг честно нажал тогда у тебя все с первого раза и случилось так что давай мать моя женщина это твой косяк то что ты так сделал что я могу достать до сундука то это невозможно попасть в эту дырочку которая там центре находится ты хоть сам проходил свое испытание хрейта а я все проверял все проходимо и знаешь что я думаю раз ты мои косяки мои недочеты используешь значит я катя захожу к тебе и ломаю тебе стекло можешь проходить вперед а чё так можно было что ли но пока катя вот через твое сломанное стекло проходит я хрейт уже в дырочку попал я в дырочку попал о катя так он реально в дырочку попал он еще один балл заработал тогда мне нет смысла в дырочку попадать вот я тебе говорю то что тебе в дырочку точно смысла нет попадать а второй балл получается и чё хрейт это последнее твое испытание ага размечтался сейчас такое испытание будет то что тебя катя там сто процентов злючит а если ты и вздует что ну я в шоке потому что там логикой надо думать умением а логикой давай пошли как ты умеешь логикой думать постараюсь по крайней мере но вроде по логике у меня школе была пятерка ну хорошо из дропера прыгать не умеешь вот это алмазы копать не умеешь ну хотя бы логикой подумаешь в виде нас хрейт здесь у нас две комнаты внутри каждой из них головоломка ну а как решить догадайтесь сами давайте начинаем ну я пошла нам есть вообще смысл проходить эту головоломку опять какую-то гигантскую если из трех испытаний у меня два балла даже если сейчас катя выиграет я в любом случае затащил эту серию слушай ну дай мне хотя бы один балл то выиграть а ладно и выигрывай один балл так головоломка говоришь но хорошо а чё то делать тут хотя бы надо ты можешь там сказать хрейт я вам ничего не скажу вы должны сами разобраться как из нее вылезти я вижу какие-то рычаги нажимаю на рычаги и нифига не происходит как ты там понимаешь что надо делать я уже вот хрейта вижу ты чё уже прошла хрейт это все ну да ну все я выиграла смысле ты выиграла ты чё на случайные рычаги что ли ты заработала нет там нужно кое-что специально сделать логикой ты думать реально умеешь как я понимаю попад подожди подожди мне прям интересно на полу вижу какую-то фигню какие-то черные непонятные какие-то блоки у меня ничего не открывается ничего не закрывается с логикой у тебя реально проблемы я нифига не понимаю чё надо делать как дай подсказку хотя бы просто делать то что нужно делать не не вздумывайся ни во что просто вот берешь и делаешь чё-то на чё-то нажал чё-то открылась чё-то нажал чё-то закрыл я я нифига не понимаю дай какую-то нормальную подсказку учитывая что катя уже выиграла ну тут же просто элементарно ты хоть на один рычаг нажимал у меня такой вопрос ну так вот да вот этот вот нажал потому что слышу там что-то открывается какой-то блока другие смотри черный блок черный блок показывает какие рычаги нужно нажимать мы от него отталкиваемся в эту сторону мы от него отталкиваемся в эту сторону и от него отталкиваемся в эту сторону так мы делаем с каждой из кусочков черной шерсти если ты это не понимаешь что с твоей логикой у тебя явно проблемы здрасте здорово ну я могу вас собственно поздравить вы прошли второй раунд моих испытаний я даже победил со счетом 2-1 катя прошла головоломку поэтому я ее выпускаю катя молодец вот слышишь как я победил поэтому у нас с тобой за две серии ровный счет 1 1 и никакое желание я тебе больше не должен все хрэй давай меня тоже выпускают сюда не 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 друг не не я с головоломкой тебе помог поэтому я тебя выпускать не буду тебе даже наказание полагается вот что я думаю какое наказание а вот сейчас узнаешь ведро не я не положи сейчас секунду сейчас я все заправлю секунду что ты там заправишь псих ненормальный как что-то заправлять собрался нажми пожалуйста на вот этот рычаг а если тебе не сложно да не 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 я просто надписи тут на табличках вижу поэтому я тебя не выпущу ну собственно как говорится пока я же выиграл а